У нас сегодня День Королей. Смотрите, сколько подарков. Это родственники придут, будут разбирать. Наде мы подарили. Это муж подарил. Ну, я купила. Он подарил, типа того. Смотрите, сколько всего. Ой, блин, везти игрушки. Везти игрушки, мама дорогая. Сегодня будет еще больше. Классно с тележкой. И здесь много разных всяких фигур. Ой, фигур. Лопатки. Сейчас поедем на пляж. Будем играть. Смотрите, динозавры. Вот такая тележка. Разные формочки. Вот там сколько всего. Прикольный, мне кажется, подарок. А я ей вот такого подарила. Осла или что это. Это знаете для чего? Чтобы ребенок учился прыгать. Кстати, я на него сажаю ее. И она как бы, знаете, как прыгает. Вот. Ей вообще нравится. Ну, правда, она сама залазить из Лайс пока не умеет. Такие вот подарочки у нас. Ну, и потом вечером еще дофига много всяких подарков принесут. Мы тут в рождественский сочельник приехали. Как всегда. В большую песочницу. Чарли в своем репертуаре. Классная така погода. Воздухом по хоть подышать. Класс. Тут такой песочек. Надя потихонечку закапывается. Красота. Шел январь месяц. Вода, кстати, 17 градусов. Чарли замолчи. Не, не, не это, не, как это, господи, чтобы на нас не смотрели. Не надо. Что ты хочешь? А я вот не люблю такой песок. Я встала, у меня все везде, в песок, везде. В карманах, в штанах, в трусах. А это кайфует. Он уже весь пляж проползал туда-обратно. Чарли пытался закопать. Но Чарли не удалось. А закопать не на того напало. Игрушки, вот она. У нее камушки, игрушки. Не нужны ей вот эти игрушки. Она еще, наверное, мала. Поиграла она в эту, в лопатку-то немножко. Ну, по камням побольше, где поменьше. Все водоросли собрала на штаны. Короче, пускай. Распознает мир. А я буду наблюдать, чтобы она не проглотила никакой камень. Как не истать, она их не пытается сожрать. Хе-хе-хе. Играемся. Тут Наде вчера вот такую куклу подарили. Это для сна. Она, кстати, там регулируется. Тоже есть белый шум. Кстати, очень выгодно там. Я вчера не разобралась. Но здесь можно сделать на 15 и полчаса. Как и мой тот телевизор. Также Наде подарили вот такие фрукты. Ножик был к нему. Ну, кто? Ножик кто-то, видимо. Хе-хе. Из репетишек кому-то понравился. Ножик не могу найти. Да. Кто это? Это кукуруза. Типа ножик такой был. Он разрезал. Да. Игру. Картошка. Вот всякие овощи. У нас такой еще не было. Вчера пошли к сестре. Она нам вот такую куклу дарит. Наде. Я говорю, у нас уже такая есть. Может поменять. Прям вот один в один. Да. Как? Плачет, да, Ляля? Вот так плачет, да. Вот так это у нас Ляля плачет. Вот. Плачет Ляля, да? Плачет. Что еще нам подарили? Что-то еще подарили. Да, вот так плачет Ляля. Мне подарили вот такой плед, который мне шикарно вписывается. Он огромный, во-первых. Вот. На кресло. У меня прям вписывается. Гляньте, у меня подушки такие же. Чарли почти такой же. Ну, в общем, да? Вписывается классно. Мужу подарили вот такой теплый халат. И еще ему парфюм подарили. Вот такой теплый халат. Ему подарили классный тоже. А, тут вот, видите. Ну, Надя играет в бумажки. Ей просто кайфово. Ей в бумажки любит играться. Вот такая машинка. Кстати, она очень любит разные машинки. Она им играет. Вот так возит их. Вот такая машинка. Вот с таким поросенком. И вот так она играет. Пирамидка вот такая. У нас есть большая? Ну, вот такая будем собирать. Она как маятник вот так качается. Ух ты, прикольно, кстати. Так, что еще? Вот такое пальтишко. Прямо, ну, большое. На два года написано. Ну, большое такое пальтишко. Пальтишко. Прикольное. Классное пальтишко. У нас что-то типа того есть. Вот такое пальтишко, видите? Вот. Кстати, сейчас его надену. Но в платье красиво. И вот тут еще игрушка вот такая вот. Не буду доставать его. Для воды. Уникорнию, короче, единорожка. Скажем так, я голову помыла. Много мы разных подарков подарили. Она прям вчера рада была. Я сейчас смотрю, может, еще что подарили. Может, еще что подарили? Я просто уже не знаю. Не смотрела. А сейчас мы пойдем на улицу завтракать с сестрой. А то сестра говорит, почему вы не ходите завтракать? Привык ли это кофе пить? Пьем с ними. Нарядный, да, какой пледик? Вот. Я говорю, да мы болели. Куда ходить-то? Мы болеем, мы болеем, болеем, болеем. Ну, вроде все. Вот нос промываю. Литр уже физраствора использовала. Сейчас пойду еще куплю. Наде нос промываю. Так вот только лечимся. Она ни одной таблетки не выпила. Ну, в принципе, она и не болела особо. Только вот сопли эти задолбали. И мне так же. Но я уже почти кашляю перестала. Я этой ночью не кашляла. Так что... У нас все по-прежнему, кстати. Кто думает, что мы с Чарли не целуемся? Когда Наде нету, мы все так же с ним целуемся. Когда она там занята. Моя любовь. Это все так же моя любовь. Мой первенец. Сыночек. Мой сыночек. Сыночек, как его люблю. Сынули мою. Хоть и вредный бывает, но... Ну, такой вот у него характер. Что поделаешь. Я тоже вредная. У меня тоже противный характер. Но это не мешает нашей любви. Иди целоваться. Иди целоваться. В общем, вчера же родственники были. Они сегодня сказали, что... Вчера сказали, что сегодня играют еще другой родственник. Близкий футбол. Юношеский. Ну, мы пошли в села Чарли. Муж, естественно, на машине. И там, не говорю, пока будем футбол смотреть. Чарли будет в машине посидеть. А потом я с ним погуляю. Потому что 100% я долго не буду сидеть, смотреть этот футбол. Ну, так оно и получилось. Потому что не то, что сидеть. Сидеть там нельзя было. Потому что, говорят, это... Мечи летают только так. И могут в Надю попасть. И Надя, естественно, не будет сидеть этот футбол. Смотреть. Ей надо было ходить. Машин-то ездит. Ей надо ходить. Ну, за ручки я ее вожу. Там, да, она все... Она хочет ходить. Она не хочет сидеть в коляске. В общем, я с ней помучилась-помучилась. Взяла Чарли. И вот мы прошли погулять. У меня возникла хотелка. Вот прям еще не с утра. Клубника со сливками. Знаете, взбитыми. Я с рот так не ела. Никогда в жизни вообще не такого не ела. Вот. Я потому что сливки вообще не очень-то люблю. Вот. Как бы... Ну, сливки... Я к сливкам разнодушна. А тут прям вот хочу. И все вот так вот, знаете, порезать, нарезать. Так, где мне сюда пойду? И вот пошла сначала сливки искать. А я же с Чарли. В магазин-то нельзя заходить. Вот я выстроила себе план, где бы я могла оставить Чарли быстренько, чтобы забежать в магазин. В общем, пошла... В общем, нашла я и сливки, и клубнику купила. Целый ящик. Правда, там килограмм. Не важно. Иду сейчас в предвкушении. Как сейчас-то нахерашусь. Может, мне, знаете, не понравится. Потому что, я говорю, я не люблю сливки. Особенно взбитые из бутылки. Вот это вот из банки. Ну, ладно, посмотрим. Ой, рука устала. А у нас прям, знаете, как-то свежо. У меня вся спина смыли. Да, да, Натя. А что ты хотела? Шапку вот она снимает уже. Я ей легкую шапку надела. Она уже ее снимает. А что, еще висят Дед Морозики. Ну, все можно, наверное, уже снимать. Или до старого ногу держать. До 14-го. Посмотрим. Так, чтобы... Сейчас как на... Вот, видали. Вот так вот. Здесь тут не нравится, но сразу все на пол. И все. Смотрите, какая клубничка. Ням-ням-ням-няшечка. И как тут этим делать, пользоваться-то? Ого! Вот так поливаем. Смотрите, какая красота. Ням-ням-няшечки! Мне такая погода нравится. Но... Но, блин, у меня висят вещи, висят вещи, типа сушатся. Еще одеяло я тоже повесила сушиться. Ну, короче, у нас тут дождик. Мы едем к Танюше в гости. У мужа нарисовались дела в Альмунекар. А мне нужно кое-что передать Танюше. И вот я говорю, давайте все по всему. Все равно гулять невозможно, потому что дождик. Я съезжу. Мы хотели вообще-то на рынок. Здесь рынок есть такой, знаете, со вторых рук. Ну, дождик какой рынок-то. Никакого рынка не будем. Ну, я сразу ей написала, говорю, не спеши. Мы к тебе сейчас приедем. Далее погода, конечно. Красивый все-таки у нас вид с крыши дома моего. Там мой Дед Мороз. Короче, знаете, сижу сейчас на балконе. Мы с Надей там на балконе сидели. Все нормально. Она ушла с балкона и пошла в это... Слышала, там в этих шарах играть. В шарах. Смотрите, милота. Ветер такой, ну, теплый-теплый. Вот. И в шарах она там этих играла. Вот, играла. Потом я такая слышу, ничего не слышно. Нету ничто ни в шарах. Не играется. Я такая... А, тишина. Бля, бегом как и ломанулась. Она уже на полпути была на лестнице. Лестница, это ее все. Она как что, сразу идет на эту лестницу. Я уже... Надо покупать какую-то штуку, чтобы закрывать эту лестницу. А Чарли как будет выходить? В общем, не знаю. Но вот лестница, это ее все. Она уже на полпути. У меня чуть сердце в пятки не ушло. И залазит такая, знаете, смеется. Чарли дает бумажку. Чарли, ты не хочешь, что ли, бумажку? Бумажку не хочешь? Чего ты не хочешь бумажку? В общем, да. У меня уже так, это... Лазит уже. Но она уже научилась и слазить, и туда-сюда, короче, вот. Но лестница, она же железная такая, винтовая. Страшная. Это необычная лестница. Там, если полетишь, голову расшибешь. В общем, да. Мне тут постирала, постирушки. Я еще там постирушки. Я сегодня, кстати, знаете, потом расскажу. К вечеру ближе. Надо показать. Чего ты рассказывать-то? Все, Надя уже устала. А я хотела вам показать, что вот у нас 7 часов. И на улице 22 градуса. Ну, конечно же, это сейчас не выйдет. Потому что, ну, когда мне что-то надо, ничего не выходит. Вот. А, уже 21. Ну, видите. Пойду в аптеку. Мне таблеточки надо от давления взять. В общем, мы с Надей переехали в маленькую комнату. Потому что, во-первых, здесь на 2 градуса теплее, чем в большой комнате. Там окна большие, и ветер дует. И, в общем, там холоднее. И здесь, смотрите, стена. То есть, Надя, когда спит, она очень плохо спит. Вот. Она просыпается, наверное, каждые 2, а то и полтора. 2 часа. И вот она засыпает с сисей. Там она... И, в общем, доставать ее с кровати в кровать. Это был не вариант. Она... То у кровати мне было страшно, что она упадет куда-то, да. А здесь она никуда не упадет. Вот. И здесь удобно. Она ночью проснулась. Я ей в раз вшивши. Она через 2 минуты засыпает. И я дальше сплю. Но у меня здесь было... Я вот так вот складываю на день кровать. И все. И дальше Надя там. Вот она у нее играет. Дальше у нее вот здесь игровая комната. Везде вот здесь все игрушки. Ну, как обычно. И у меня здесь было одеяло. Но оно какое-то короткое. И, ну, никакое совсем. Мы им не пользовались раньше. Большое одеяло я не хочу. Потому что... Там ничего не видно. Чтобы нечаянно Надю не за это... Не за... Как это? Не положить на нее это одеяло. И не задушить, да. И вот маленькое одеяло. Там, ну, там лошадка, да. Лошадку мне дала. Морковка, да. Морковка. Наде подарили морковку. Перчик. Вот перчик. Ну, что ты мне все теперь будешь давать. Вот. И... Ай, упала. И я. И оно холодное одеяло. Никакое, в общем, было. Ну, мы им не пользовались. Оно так было в другом. Думаю, если кто приедет, то им будет укрываться здесь на этой. И, в общем, я за... Идея так у меня была. Купить одеяло себе нормальное. Хорошее. Я купила себе одеяло хорошее. Все, на, отыграй сама. Сейчас мама поговорит. Очки. Да, смотри, какие очки. Ни хрена не видно в них. Вот. И пошла в Джуйск. У нас... Я в Альхампу посмотрела. Там какие-то они не очень были эти. Опять она мне дает. Одеяло. Пошла сегодня в Джуйск. Я, во-первых, пошла за подгузниками в Меркаду. Но там рядом магазин Джуйск. Джуйск он у нас называется. Ку-ку. И купила вот такое одеяло. Оно еще со скидкой было. И оно 220 на 155. Вот. Со скидками было. В общем, нормально. Ну, к нему же нужно это пододеяльник. Потому что этот пододеяльник еще с России. Представляете? Вот. И он на 200 на 2 метра. В общем, там девушка ковырялась. Я говорю, дайте мне какое-нибудь постельное белье. И она мне дала вот это. Но, конечно, качество не очень. Я уже его постирала. Высохла. Ну, потом как-то со временем куплю получше. Потому что она там все раскладывала. И особо. Я говорю, а другие есть расцветки? А на нету. Я говорю, ну ладно. Все на этих. Как назвать-то? Застегивается. Но вот. Какая-то расцветка непонятная. Ну, ладно. В общем, переехали в вот эту комнату мы. Надо сейчас запихивать одеяло и раскладывать уже свою постель, скажем так.